Лето еще только началось, а уже двое утонувших. Обстоятельства в обоих случаях похожие. Мужчины могли утонуть из-за резкого перепада температур. На улице было жарко, а вода холодная. Вот что нам рассказали в пожарно-спасательной службе. Один из водоемов был пруд. И большинство из таких случаев бывает, когда люди работают в огороде или на поле. Очень-очень у них жарко, и они хотят купаться. Но на данный момент вода еще холодная. И если человек очень резко идет в воде, могут быть судороги, могут быть проблемы с сердцем или кровообращением. И тогда уже эти случаи, большинство из случаев, кончаются трагически. Во многих городах Курзума по-прежнему очереди в детские сады. А вот Венспилс отчасти решила эту проблему при помощи денег европейских фондов. Венспилское дошкольное учреждение Битойта отмечает пятилетний юбилей. Это самый новый детский сад в городе. Его строили при финансовой поддержке еврофондов. И все же в младшие группы там не попасть, поскольку молодые мамы спешат поскорее вернуться на работу. Есть и такие, кто приходит с полуторагодовалым ребенком и говорит, мне нужно место, иначе я потеряю работу. Хотя детей лучше отдавать в садик попозже, а не еще такие крохи. В соседних городах ситуация куда драматичнее. Детей в садик регистрируют сразу после рождения. Но и это не гарантия, что место в садике найдется. В Талсе пять садов, в Кулдаге три. Очереди и в Лепые. И там самая сложная ситуация с младшими группами. Ведь в группах от полутора лет до двух должно быть не больше 16 детей. Эту осенью в садик пойдут те, кто родился в 2013. В Энспилсе таких малышей 366.